Друзья, всем привет! Я думаю, что большинство из вас, тех людей, которые следят за тем, чем я занимаюсь, прекрасно знают, сколько я делаю различных самодельных приспособлений, и большинство из этих приспособлений я показываю вам. Так вот, естественно, за вот эти годы всего этого, всей этой деятельности, я перелопатил просто-таки огромное количество информации, скажем так, профильтровал сквозь себя различные паблики столярные, различные столярные ресурсы, журналы и так далее. В основном я всегда смотрел на картинки и чертежи, видео я не смотрю, потому что они занимают очень много времени, видео я не смотрю в принципе. Мне сейчас уже достаточно просто посмотреть на какую-то картинку, чтобы понять, насколько приспособление интересное, насколько оно имеет смысл. К сожалению, в последнее время публикуется очень много приспособлений, которые не имеют практически никакого смысла, или имеет смысл настолько узко применяемый, что совершенно непонятно, насколько рационально делать подобное приспособление. И вот все чаще и чаще я вижу подобные публикации в этих пабликах. Я прекрасно понимаю, что пабликам нужно что-то публиковать, так как все это дело уже идет не один год, и у них просто такие кончились идеи, кончились ресурсы для того, чтобы что-то публиковать. На самом деле, вместо того, чтобы акцентировать на каких-то приемах работы, на нюансах, на прочих вещах, публикуются вот эти вот все приспособления, большинство из которых абсолютно не имеет никакого смысла. Ну или очень малый смысл, по крайней мере, делать их абсолютно не нужно. Я сегодня потратил буквально 15 минут с утра для того, чтобы сделать сегодняшнее видео, и вот за 15 минут в одном паблике я нашел три приспособления. Три приспособления, которые, на мой взгляд, никакого смысла делать нет. Вот сегодня вам их покажу. И если вам вообще эта рубрика будет интересна, я прекрасно понимаю, что очень многие люди, находящиеся в начале пути, они зерна от плевел не отличают, то есть они не понимают. Им кажется, что все это вот в новинку, да, когда кажется, что все это нужно, все это интересно, но тут же дело в том, что, друзья, что если вы будете делать все приспособления, которые публикуются, ну, хотя бы в каком-то, в одном из пабликов, да, вот, скажем так, вы будете делать их на протяжении пяти лет, вам не хватит просто никакого помещения потом, чтобы все это хранить. Вот давайте посмотрим вот эти три, а вы пишите, нужно ли продолжать, скажем так, эту рубрику, нужно ли для вас, вот, чтобы я отфильтровывал, если вы мне, скажем так, доверяете, чтобы я отфильтровывал приспособления нужные от абсолютно бессмысленных. Пишите тогда в комментариях и в зависимости от того, что вы там напишите, нужно вам это или нет, я буду эту рубрику продолжать или не буду ее продолжать. Я вам буду показывать ноутбук, потому что мне так будет удобнее комментировать это все дело. Значит, вот первое приспособление, очень спорное, на мой взгляд, ну, точнее, это подставка под циркулярную пилу. Давайте чуточку увеличу. Вот так она выглядит. То есть шкаф, в шкафу стоит вот эта подставка, и в нее вставляется вот эта циркулярная пила. Я вообще не понимаю, для чего здесь подставка. Ну, можно, по-моему, здесь занимает это все довольно много места. Конечно, если у вас огромная там мастерская, там 60 квадратных метров, ну, можно такое сделать. То у меня, например, очень все маленькое. Мне места кардинально не хватает. Поэтому для меня вот эта подставка, ну, абсолютно бессмысленная вещь. Она просто съест очень много места. Ну, что, ну, удобно взять. Ну, довольно удобно, да, согласен, может быть. Но с другой стороны, ну, просто можно положить ее в шкаф, любой ящик, эту циркулярку там, где она лежит. Ну, можно ее сделать, можно, я не спорю. Ну, опять-таки, ну, зачем? Зачем, когда без нее прекрасно можно обойтись? Здесь вот есть чертеж, все как положено. Опять-таки, это чертеж, он сделан под, ну, циркулярную пилу. Нам вот эту Макита модель, не знаю тут какая. Ну, под другую, я не знаю, опять-таки, тоже вопрос, спорный подойдет или нет. Потому что здесь все вот расчерчено, уже все в дюймах, опять-таки, ну, не знаю. В общем, на мой взгляд, крайне спорное приспособление, которое теоретически сделать, конечно, можно, но практически, я думаю, что лучше потратить свое время и вот этот материал, вот этот там фанеру или из чего это все делается, на изготовление гораздо чего-то более полезного. В последнее время очень часто употребляется такой термин, как приблуда. Я очень его не люблю, в общем, как-то он отвратительно звучит, на мой слух. Но, тем не менее, вот это приспособление, вот иначе как приблуда, я назвать, наверное, не могу. Я вообще не понимаю, что это такое, для чего. Смотрите, здесь, значит, делается конус. Каким образом? Вот фрезерный стол находится, вот направляющая, вот фреза вращающаяся, тут в данном случае даже есть фреза, это фреза для минажниц. Вот такой короб, здесь ось находится, штифты такие, и на ней вот это, я не знаю, что это фанера, наверное, или что-то такое, очень какая-то грубая, с очень толстым. Ну, не знаю, не факт. В общем, делается конус вот такой. Ну, вот для чего вот это все непонятно? Ну, во-первых, вы будете делать конус, вы очень сильно здесь ограничены размером вот этого короба. Если вам сделать нужно его больше, например, или если вам нужно сделать другой угол наклона вот этого конуса, как вы будете это делать, совершенно непонятно. Вот давайте посмотрим чертеж. Сейчас, вот, вот есть чертеж, и здесь явно видно, что не приспособлена вот эта вся история для того, чтобы, например, изменять угол наклона и делать конус, ну, более крутым или более пологим. То есть, такого нет. Вот фреза, вы видите, да? Ну, то есть, как-то так. Для чего вот это все делается, мне вообще непонятно. Что вот... Для чего, во-первых, эти конусы делаются, то есть, мне не очень понятно. Во-вторых, ну, если уж вы делаете такие конусы, смотрите, опять-таки, здесь отверстия есть, возможно, вам эти отверстия для вас будут неприемлемы. Не проще ли все это сделать на токарном станке? Любого размера, с любыми наклонами, без вот этих вот... Без вот этого приспособления, которое очень узкое, и, по сути дела, оно только вот на размер такого конуса. По сути дела, на размер такого конуса. Ну, там плюс-минус его, да, конечно, можно. Но, опять-таки, наклон будет везде одинаковый. Ну, а, возможно, вам будет нужен наклон другой. И, опять-таки, непонятно, где эти конусы-то хоть применять. Для чего это делать, эти конусы? Если у вас, не знаю, какая-то конусная фабрика, но в любом случае это гораздо будет быстрее делаться на токарном станке. Очень странная вещь. Ну, если даже вам нужно сделать какой-то конус, ну, закажите у другого, если у вас нет токарного станка. Вот у меня нет токарного станка, я, собственно, не переживаю без этого. Ну, закажите у какого-то мастера, который вам сделает эти конусы, и никакой проблемы нет. Чем делать вот это приспособление, и потом, что оно будет у вас... Самое-то главное, что оно потом будет у вас лежать, и просто занимать место. И что, вы под каждую малейшую задачу будете делать приспособление, которое будет потом у вас лежать? Вообще не понимаю. Так, ну и последнее приспособление, на мой взгляд, вообще в данном обзоре, это чемпион какой-то. Ну, давайте попробую увеличить, чтобы вы хотя бы понимали, о чём речь идёт. Значит, называется это зажим для заготовки. Вот такая история. Вот изготавливается вот это приспособление. Значит, здесь, ну, качество плохое, но всё равно понять можно, я думаю, значит, сверлится отверстие в какой-то рейке. Сверлится отверстие в какой-то рейке, и для того, чтобы, значит, она... Вот тут упор или направляющая, в данном случае вот сзади находится, и к ней, значит, крепится, вот при помощи вот этой штукой, вот этой штуки заготовка. Зажим для заготовки. Вот здесь всё тщательно расписывается, как она, значит, конструкция её. Вот так. Ну, друзья, ну, это же самая обыкновенная, примитивная струбцина. Зачем вообще её делать, когда вот эту заготовку можно просто взять и струбциной самой обыкновенной прикрутить? Любой, хоть S-образный, хоть F-образный. Большой S-образный и любой F-образный струбциной. Для чего вот это вот всё городить, громоздить, я вообще не понимаю. Может быть, я что-то не понимаю, вы мне поясните, пожалуйста. Может, я такой глупый, как вот человек, я не знаю. Что вот она такого делает, чего вот в данном случае не даст струбцина, которую вообще не нужно делать, которая у вас пригодится для миллиона других операций, которую вы купите, и она у вас будет востребована вообще всегда. Для чего вот это всё делать? Я вообще не понимаю. Опять-таки конструкцию здесь этими шурупами прикручена, но вы начнёте сейчас сильно, вот здесь вот, да, вот этот момент, вы начнёте сильно сжимать, но это всё начнёт просто вырывать, вот эту планку её начнёт туда отрывать. Что это за конструкция? Я вообще не понимаю. И вот таких вот, ну, это я вот буквально там за 15 минут нашёл в одном из пабликов три вот таких вот. если бы я глубже там пошёл по ленте и ещё бы нашёл бы таких. Ну что, друзья, давайте подведём небольшой итог. Я вас абсолютно не отговариваю от того, чтобы вы перестали делать самодельные приспособления. Их делать не только можно, но и нужно. Но весь вопрос в том, что нужно серьёзно фильтровать, понимать, что имеет смысл именно лично для вас, именно лично для вас, а что не имеет смысла делать. Не тратьте время. Время у нас и так не очень много у всех. Так вот, не тратьте время во многом на просмотр подобных пабликов, тем более уж на изготовление вот абсолютно каких-то бессмысленных, непонятных шелушек. К тому же, вот смотрите, у меня сейчас, ну, в районе где-то, я не знаю даже точно, там 250, может быть, 300 различных приспособлений. Из них пользуюсь я регулярно. Ну, скажем так, четвертью, наверное, из них. Их такое количество скопилось у меня, что я некоторые из них вот буквально недавно, ну, штук 10 я пожёг просто. Ну, я их не использую. Выкинул часть. Ну, это настолько всё захламляет, вы просто не представляете. Ну, я думаю, что любой столер, у которого стаж работает больше 10 лет, он прекрасно подтвердит мои слова, скажет, что всё вот так. Потому что, ну, масса приспособлений, которые вы делали, вы находились на прежнем уровне, тогда, ну, своего вообще понимания столярной работы, да, делали вот эти приспособления, они вам казались сверхактуальными, сверхнужными, а потом вы просто понимаете, что это бессмысленная вещь, ненужная вам совершенно. Поэтому, ещё раз говорю, приспособления обязательно нужно делать, но делайте базовые приспособления. Сделайте хороший циркуль под фрезер, сделайте хороший фрезерный стол себе, с, скажем так, с возможностью апгрейда, сделайте обязательно каретку под циркулярную пилу, сделайте там разметочный циркуль хороший, ну, много-много чего можно сделать, то, что будет востребовано вами постоянно, на постоянной основе. А вот по изготовлению, ну, подобных, которые я сейчас показал, на различных приспособлений, ну, относитесь максимально критично, подумайте, нужны ли они вам. как, скажем так, в ближайшем времени, так и стратегически. Мыслите более стратегически, делайте вещи очень универсальные, те, которые пригодятся вам на протяжении всей работы. Надеюсь, был для вас сегодня полезен. Всем спасибо за внимание.